Привет, привет, привет! Сегодня такое необычное видео из автомобиля. Я давно что-то таки не снимал. Опять же, сейчас пишу на внешний микрофон. Внешний микрофон, грубо говоря, там вообще недорого на площадках, на маркетплейсах. Смотрите, это очень классное решение. Внешний, причем беспроводной микрофон. Единственное, что жаль, что он просто к блютузу не подключается, например, телефона. Было бы круто. Зачем он через свой приемник-передатчик, вернее, приемник такой, который включается у вас, вставляется, вернее, в разъем, например, либо айфоновский, да, Lightning, либо в Type-C, например, если у вас Android-телефон. И как бы соединяется через него, вы записываете свои ролики с более качественным звуком. Вот, но не забывайте, что сам микрофон нужно заряжать, потому что он, в нем есть встроен аккумулятор, и его хватает, да, на определенное количество времени, его нужно заряжать. Но вообще, тема-то моего ролика сегодня не об этом. А у меня вот такой вопрос. Вот есть же разные часы, да, вот часы, умные часы. Есть вот, например, вот такие вот часы, да, там, такие Huawei GT Watch, да, вот, то есть это полноценные, полноценные вот такие мужские большие часы. Либо, либо есть вот в таком вот факторе вот такие вот часы, ну, сейчас просто без ремешка, вот ремешок здесь, очень удобный, силиконовый, там, резиновый какой-нибудь часы. То есть это форм-фактор, как часы Apple, Apple Watch в таком, но это там Redmi Active 3, вот это в данном случае, это Redmi Active 3, очень классные часы. Я их пару месяцев сейчас использую, проверяю, тестирую вообще, как с ними жить. До этого я вот носил вот эти Huawei, конечно, Huawei это круто, вообще супер-мега-крутые часы. Единственное, сразу вот, когда начал использовать вот эти часы, я перестал их замечать на руке, то есть все то же самое, приходят уведомления, мониторят пульс, можно по ним поговорить, ответить на звонок. Если у вас телефон где-то лежит, вы взяли, тут ответили, поговорили, потому что здесь четкий звук, четкий микрофон, вас слышат отлично, вы слышите отлично, все свои задачи можете решить. Здесь те же самые функции, только такой форм-фактор, форм-фактор прям, мам, не горюй. И они тяжелые, вот я к чему. Huawei очень тяжелые по сравнению с этими часами, то есть здесь просто у вас пушинка на руке, вы ее не замечаете, а к этим нужно подпривыкнуть, либо смириться, что у вас такой вес значительный на руке. Но этот вес, он такой придает некой значимости, это 100% такой некой значимости. Это то же самое, как у вас на капоте значок Мерседеса, и он просто там есть и придает вот совершенно другое ощущение от вождения автомобиля, блин, это 200%. Это другое отношение участников дорожного движения, ну и так далее, и так далее. Так вот, эти часы, то есть у вас ощущение такое, что вы вообще там, мам, не горюй, биг босс. Хотя на самом деле, кто его знает, может быть и так. Вот, либо вот такие часы. В общем, у меня вот такой вопрос родился вообще, вы лишь какие часы используете, может быть еще какие-то форм-факторы, причем есть разные, есть и другие, которые я также использовал. Но сейчас вот пользую такие, вот думаю, какие часы себе все-таки оставить, потому что оставлять несколько часов, это какая-то невидимая роскошь, на которой, как бы, ну, не нужно, не нужно вот этого всего, не нужно, зачем. Надеюсь, поможете с выбором, расскажите, что вы используете, какие часы, в каком форм-факторе, что вам удобнее, что может быть на руке комфортнее. Ну, а я поехал дальше, на работу, всем мир! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!